привет я нахожусь на севере западного полушария чем занимаетесь в летке что еще раз зависла на северо-западе на севере западного полушария я спросил чем вы занимаетесь рулетки общаются какие темы какие тем и общаюсь что обсуждаете так всякие разные в основном в основном ругаются люди пока что почему сегодня не нашел собеседник ну как получается а на какую тему ругаются что последние обсуждали на любую на любую взрываются ругаются понятно но предыдущие предыдущий из днепра мне доказывал что я не санкт-петербурга ну может быть но вы санкт-петербурга скорее всего ну да какой смысл я не понимаю здесь рассказывать что не здесь рассказывают здесь другого какого-то меня здесь рассказать я знаю я знаю я знаю но просто я смысла вот не вижу но ну вот я в питере нахожусь могу адрес сказать хотите приезжайте в чем проблема но мне говорит что я из москвы да какая разница будет тогда по сути да но какая ваша цель здесь что вы хотите просто пообщаться пообщаться найти адекватных украинцев желательно общей на украине имеете ну интересно понять как у них там меняется ли мнение не меняется ли мне тогда вопрос вам такой у меня есть вот как вы относитесь к аннигиляции российских войск украине аннигиляции да у вас неправильно неправильно слово вы подобрали почему для а для аннигиляции за что такое аннигиляция знаю ну как вы относитесь к этому я не считаю что там идет аннигиляция а что там идет сражение так скажем но при этом сражении происходит аннигиляция российских войск хорошо как это в чем это проявляется расскажите но уже почти 70 тысяч погибших где российской российской армии до погибших но украинских четыреста две тысячи ну вы же понимаете что это абсурд просто полный вы тоже понимаете что это абсурд нет как вы сказали аннигиляция аннигиляция да вот очень смешно но как у нас четвертая горно штурмовая бригада в ссу где сейчас все на месте все есть все в порядке все на месте серьезно а чё их а чё их тогда все ищут интересно кто ищет их всех покажите мне кто их ищет жены матери во львове посмотрите выходили митинги были в митинге были где наши где наши братья разница знаете в чем разница знаете в чем что в украине могут выходить могут говорить могут искать открыто нет я той же теме остаюсь вы же мне говорили кто выходит а вы поменяли тему мы с вами говорили про аннигиляцию я мне сейчас секундочку подождите помолчите дать я закончу вы мне сказали что начали выходить вы нас сказали вы выходят во львове я ничего тему не менял я продолжил тему вашу я сказал что во львове могут выходить и могут говорить в россии не могут ни выходить не говорить за каждое слово с белым листочком бумаги вы оказываетесь в местах не столь одоленных российская российская до российское общество сегодня это по сути общество послушных рабов которые не имеют слова и не имеют даже сказать ничего каждый раз одно и то же вы бы хоть погладить мальчик мальчикоматом симотином а também у unterstützen г и был нет уж они были одно и то же правильно это хорошо что вас сил нет вы не сказать путин там урло да это хорошо чтобы у вас холодно хорошо что это про это говорите и это только начала у вас будут сил все меньше и меньше и меньше это к этому уже идет за些 месяца да 7 месяцев и уже 8 месяцев по щда ни чего бы не добились украине кроме потерь своей армии бы ничего не меньше кроме четырех областей Какие четвертые области? А что там с Харьковской областью? Что вы там добились? Четыре области, я вам говорю. Бежали, а Херсонская область... Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, и вы не одним населённым... Подождите, Запорожская без Запорожья? Подождите, Запорожская без Запорожья? Вы вообще смеётесь? Как вы можете иметь Запорожскую область без самого главного города, Запорожья? Да вы не переживайте. А, не переживайте. Вы скоро уже говорили и про Киев, и про Чернигов, и про Одессу. и ничего у вас не получается. Кто про Киев говорил? Вы все об этом говорили, включая вас, я уверен в этом. Кто говорили? Посмотрите, есть очень много роликов, ваши пропагандисты говорили, ваши Медведевы всякие, Киселевы, Соловьевы. У вас пропагандисты могут говорить все, что угодно. У нас можно только доверять словам людей, которые принимают решения, такие как Путин, Лавров, например, Тойгу. Их словом, хоть кто-то из них говорил про три дня за Киев, подождите, подождите, секундочку. Путин заявлял о том, что он никогда не будет захватывать Крым, ему это не надо, и тот, кто задает эти вопросы, попахивает провокацией. А он захватил Крым? А что, он не захватил Крым? Он сказал, что мы признаем границы Украины, и мы Крым захватывать не будем. Это его слова. Крым не захвачен. Крым освобожден. Хорошо. Подождите, не уходите от темы. Не уходите от темы. Не уходите от темы. Чем отличается... Стойте. Хотят люди с Крыма на Украину обратно. Чем отличается захват от освобождения? Дайте мне определение. Вы затронули эту тему сами. Захват от освобождения? Да, чем отличается. Отличается тем, что туда поставляется электроэнергия. Газ, например. Определение захвата и освобождения. Дайте мне определение. Так вот именно, что вы это называете захватом, а я вам говорю, что теперь у людей постоянная вода, электрификация полностью. То есть, если завтра... Заправки все полны. То есть, если завтра в Калининградской области, город Калининград, и там проведут лучше дороги, там будет больше зарплата, электроэнергия, все технологии. То есть, получается, что каждая страна имеет право это сделать. Когда захватят? Вот. Дай поговорить. Вот вы сейчас правили. Вот вы сейчас себя и помали в каптан. Вы сказали, когда захватят. Значит, вы захватили. Это вы сказали, я вам объясню. Вы сказали, если Германия... Я не сказал, захватят. У меня записывается. Я сказал, если Германия зайдет в Калининградскую область, я сказал, а вы сказали, захватят. Вот когда захватят. Значит, вы захватили Крыл. Вот ты забыл. Как вы поймали себя, да? Ты сказал, что если Германия захватит. У меня записано. Я сказал, если Германия зайдет. У меня записано. Я буду показывать это своим зрителям, и они все это посмотрят. Запись включает. Ох, как тебя бомбит. Как тебя бомбит. Ты сказал, захватят Калининград. Я не сказал, захватят. Запись включает. Я сказал, когда Германия зайдет. Не подгорай, не подгорай. А теперь разница между захватом и освобождением. Сейчас я подожду, звук уберу. Запись включает. Много говоришь. Давай запись включай. А теперь чем отличается захват от освобождения? Потому что они этого не знают. Я скажу людям, которые смотрят меня, может быть, из России, которые не понимают. Так вот, захват от освобождения отличается тем, что когда кто-то освобождает, вот он зашел куда-то на какую-то территорию, помог кому-то и вышел. А захватчик, он зашел туда, поставил свой флаг, чужой снял, чужой страны, не своей. И сказал, теперь это территория моя. Вот это называется захват. Поэтому сегодняшняя Россия — это захватчики, это страна недоразвитых мира сего, это страна, которая сегодня ничего этому миру не дает. Она способна только грабить, насиловать, уничтожать и так дальше. Вот этот сидит сегодня, да? Скорее всего, уже его отправляли. Он переключился. Скорее всего, его уже отправляли куда-то, да? Но когда такие попадают в плен, они совершенно начинают говорить по-другому. И все начинают прекрасно понимать. Вы знаете, что самое страшное? Что большинство из них, они все прекрасно понимают. Они знают, что они захватчики. Они знают, что Путин — это зло. Они знают, что все, что они делают, в 21 веке не должно подсадить. Но они это оправдывают, и они этим гордятся. Потому что гордиться больше нечем. Когда гордиться больше нечем, начинаешь гордиться хоть чем-то. Вот они этим и занимаются. Но это недолго. Потому что ЗСУ таким, как он, покажут, что является захватом и что является освобождением. Вот сегодня украинские войска занимаются освобождением своей земли. Они приходят на свою землю, снимают российский флаг и ставят обратно украинский. Это называется освобождение. И за это люди им благодарны, и поэтому их встречают и обнимают со слезами на глазах. И сегодня, если послушать перехваты российские, где они говорят о том, что в Херсонской области у нас здесь нет друзей. И если будут выдавать оружие тем, кому они хотят давать, они говорят, что это наши враги, мы не знаем, что они будут делать с ними. И правильно говорят, потому что они прекрасно понимают, что народ Украины их не поддерживает. Как-то так, друзья. Я вам всем желаю, как всегда, добра, любви, счастья, благополучия, понимания, скорейшей победы и мира. И мы с вами скоро увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok